Добрый день, дорогие друзья! Я хочу вам зачитать письмо, с которым я обратился к известному священнику Константину Карипанову и его короткий, очень приятный ответ. Дорогой отец Константин, мне многие знакомые молодые батюшки, читая репосты ВКонтакте, или на моём канале говорят, что ничего не предлагаю, а много только говоря о том, что происходит на самом деле в духовной жизни. Но я им отвечаю, что это не так. Но кто будет моим предложением верить? Я, во-первых, не духовное лицо, а простой православный пенсионер, который собираюсь только стать христианином. Но предложение моё на основе Совета профессора Московской Духовной Академии Алексеевича Осипова я не сомневаюсь, что если бы патриарх наш объявил всем настоятелям на приходах России предложить, а не приказать любящим Россию как свою Родину и желающим наложить на себя однодневный пост полного воздержания от пищи и питья, покаяться и причаститься, то не сомневаюсь, что по силе желания помочь и себе России Господь изменил бы к лучшему ситуацию на фронте и в стране. Но это никто не предлагает. А те трёхминутные молитвы, которые священники, простите, протрещат за Россию на литургии, почти уверен, никакого толка не принесут без желания и священников, и паства их направить жизнь свою по Евангелию. Сейчас, когда к концу службы приходят мамаши с детьми и создаётся шум, гам и причащают детей своих, сами же редко с ними причащаются. Тридцать лет тому назад в нашем храме не причащали младенцев и малолетних детей. Через десять лет ветром вздуло детей. Нет их. Идёт как бы привыкание к обычаю и как магию понимают причастия. Вы согласны с моим предложением, что пусть два-три человека на приходе, а может быть и больше, которые не на лекарствах сидят и смогут тем более сейчас в пост осилить воздержание однодневное от пищи питья, подготовиться к Исподи и причаститься, то был бы толк. Батюшка отвечает. Здравствуйте, с вашим предложением я совершенно согласен. Это непременно надо было бы сделать, но объявить об этом должен патриарх. Вот, дорогие друзья, в этом вся и загвоздка. Не объявляет патриарх. А сами мы не можем это сделать. Да. Ну как? Как это сделать? Самовольно? Здесь и тщеславие будет. Вот. Вот такое письмо короткое и такое моё длинное. Я очень рад, что вот за свои 30 лет пребывания в церкви, кроме Алексея Ильича Осипова, с которым я уже, слава Богу, да, 15 лет общаюсь, мне удалось найти батюшку, ну, я надеюсь, что я не ошибаюсь, который легко доступен в вопросах к нему. Никак, Андрей Ткачёв, бесполезно. Я задавал несколько раз вопросы. Не знаю, как он отвечает на вопросы, куда ему пишут, я не пойму. Вот. И мне, конечно, очень нравятся его лекции, проповеди. Я советую, друзья, обязательно слушать. В интернете очень много его бесед, лекций. Да. Особенно нравятся мне его беседы на слова подвижнические преподобного Исаака Сирина. Очень интересно. Вот. Поэтому, видите, собственно, это не я предложил, Алексей Ильич Осипов предложил. Ну, если даже Алексей Ильич Осипов предложил, и не с места. Я-то кто такой? Ну, был бы толк. Я даже не сомневаюсь. Вот говорят, когда война закончится, когда всё? Я не знаю. И не собираюсь быть пророком. Но абсолютно точно, уверен даже, каждый шаг, каждая мысль, каждое обращение к Богу, всё Бог слышит. Всё. Абсолютно. И то, что сейчас творится в Украине, да, с Киево-Печёрской, Лаврой, и вот недавно выступал наш патриарх по этому поводу. А неудивительно. Мы же помним, что и строится Сергия Лаврой было, как монахи защищали нашу веру Лавру начала 17-го столетия. Всё помним. Так что мы что, хотим и состязания проводить, и концерты, и петь и говорить? «Я пою ради Бога». Да ради себя ты поёшь, а не ради Бога. Ради Бога мы должны жить по Евангелию. Вот что ради Бога. Исполнять волю Его. Каяться. Вот. А то, что происходит в Украине, вы знаете, я не уверен. Может, и у нас такое начаться. Если мы будем жить так, как вот мы живём, ну, и все, и я в том числе, что особенно, что ли, да, да, будет очень тяжко. Потому что Бог же видит, как мы живём. Богу и мамуне, да, концерты, концерты, матчи. Первое время ещё мы говорим. Какие концерты? А люди скажут, «Александр, чего ты говоришь? Это же их работа. Они же должны как-то зарабатывать». Всё Господь попускает в соответствии с нашим нулевым духовным состоянием. Когда человек увидит, что он живёт неправильно, когда он будет обращаться к святым отцам и у них брать советы, не у священников. Священники тоже, как мы, все мы грешные люди. Священник к священнику рознь. Понимаете? И преподобный Иоанн Лествичек говорил, что прежде, чем вдаться в доверительное отношение к духовнику, ты его испытай и как бы искуси, чтобы вместо корничего не попасть на обыкновенного гребца, который тебя посадит на мель и скалы. О, как! А, батюшка благословил! Ой, батюшка благословил! Да, батюшка благословил чётки до пола носить. Ну, вы сами-то не понимаете, я уж как бы забегаю вперёд, да там столько нужно говорить. Батюшка что хочет благословить? Ну, вы сами поймите, носить чётки мирянину до пола, если бы он только молился. Это что? Для чего? Чтобы показать, что монашка или ты монах почти? Я уж как бы брал эту маленькую часть того. Батюшка всё благословит, абсолютно. Ну, да, есть такие, которые не благословят. Вот нужно такого искать. Батюшку, чтобы он был начитан в святых отцах. Понимаете? Вот, так что, вот такие дела, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!